Как минимум два раза за последнюю неделю президент Туниса Кайс Саед в своих комментариях гневно отрицал антисемитский характер нападения на синагогу на острове Джерба 9 мая, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Как можно говорить об антисемитизме, когда мы живем в 21 веке, заявил президент. Будут огнестрельные нападения на синагогу, это вот в 21 веке нормально, а антисемитизм это уже совершенно изжито. Саед продолжал и позже обвинил тех, кто понял вопрос об антисемитизме в желании посеять разногласия. Опять-таки, казалось бы, во время пожара говорить о том, что слишком жарко не приходится, на синагогу напали. Но самые замечательные комментарии президент Саед сделал во время посещения пригорода Туниса Арианы, где находится дом его деда. И семейная память позволила Саеду пуститься в очень сомнительные исторические расследования. Говорят об антисемитизме, сказал он, а евреев здесь защищали. Речь шла о том, что тунисские евреи не были уничтожены во время нацистской оккупации. Германия ненадолго оккупировала Тунис с ноября 1942 по мае 1943 года. Согласно данным еврейских исследователей и израильских исследователей, прибытие немецких войск в Тунис привело к быстрому преследованию еврейской общины с арестами ее лидеров. По рабочению трех тысяч евреев, которых заставили принудительно работать на строительстве укреплений на севере страны. Однако Тунис очень быстро был отбит союзными войсками и это ознаменовал решающий сдвиг в еврейской политике. Хотя немецкую армию сопровождали подразделения СС, подготовленные для реализации окончательного решения. Евреи Туниса были спасены, потому что военная удача благоприятствовала союзникам. И у немцев не было времени подвергнуть евреев судьбе евреев в Европе. Это в последнее время такой тренд, когда политики в разных странах рассказывают о том, как эти страны спасали евреев во время войны. Что чаще всего в качестве государственной политики не соответствует действительности. Саед решил, что этого мало и продолжил свою историческую параллель, говоря о том, что западные страны, выражающие беспокойство по поводу антисемитизма в Тунисе, игнорируют репрессии Израиля в отношении палестинцев. Эти страны не колеблясь, выдвигают ложные обвинения в антисемитизме и в то же время остаются глухи, когда речь идет о судьбе палестинцев, которые умирают каждый день, заметил он. Палестинский народ сумеет, несмотря ни на что, одержать победу и вернуть свою украденную землю. Очень уместное высказывание, учитывая нападение на еврейскую общину. И это, конечно, вызвало очень гневные реакции и со стороны еврейских организаций всемирных. Выступил категорически против этого и специальный представитель Белого дома по борьбе с антисемитизмом Дебора Липстад. Израильские наблюдатели говорили много об этом. И тунисские евреи, пусть и анонимные, тоже высказали очевидную озабоченность. Я прослушал всю его речь и понял, что ему, наверное, очень трудно упомянуть слово «еврей», заявил член еврейской общины на условиях строгой анонимности из-за страха репрессий. Без сомнений, Саид не только ненавидит Израиля, но и антисемит. В недавнем прошлом Саид уже вызвал ужас среди тунисских евреев. В 21-м году он выступил с речью, в которой обвинил евреев в том, что они несут ответственность за нестабильность в стране. Позже он дезавировал эту речь. Впрочем, и сейчас, после вот этой всей эскопады, он решил встретиться с главным раввином страны. Впрочем, о чем говорили на этой встрече, пока неизвестно. Еще один знаменитый и влиятельный деятель вызвал на этой неделе целую бурю аналитических и экспертных мнений по поводу своих сомнительных высказываний. На этот раз речь идет об Илоне Маске. Илон Маск в своем твитте, как это у него обычно бывает, именно через теперь подбирающую ему твиттер, он общается с Градом и Миром, сравнил Сороса с Магнетом. Тут необходим экскурс для того, чтобы понять, собственно, насколько это сравнение небезобидное. Магнету это мультяшный, точнее, герой комикса. Впрочем, впоследствии воплощенный и на большом экране. В вселенной Марвел он суперзлодей еврейского происхождения, переживший Холокост. И там разные мнения у авторов и у трактовок в разных эпизодах. Но в силу того, что он пережил в детстве такие страшные преследования, он превращается в человека-ненавистника, в такого суперзлодея, который борется со всей, так сказать, гуманностью и вообще гуманитарностью как таковой. Сам по себе персонаж, на мой взгляд, крайне неоднозначный. И авторы в свое время намекали, что его прототипом послужил, например, Минахем Бегин, премьер-министр Израиля. Или Мейр Каны, глава Лиги защиты евреев. Аравин Мейр Каны, кстати, впоследствии убитый террористом. Ну, с тушком, мне кажется, этот персонаж. И не стали бы мы, конечно, обсуждать такого рода комиксы. Но вот Илон Маск, Джорджа Сорос, как известно, тоже пережившего Холокост, сравнил именно с этим сомнительным персонажем. Сомнительным не только с точки зрения своих моральных характеристик, но и с точки зрения моральности создания такого образа. И это вызвало целую войну комментариев. Против Маска выступила антидивенционная лига, генеральный директор которой осудил сравнение Маска с Магнета. Впоследствии и Дебора Липстер, та же из предыдущей новости. Спецпредставитель Белого дома по борьбе с антисемитизмом, известный эксперт по отрицанию Холокоста и так далее. И это все продолжалось довольно долго. Маск парировал, выступал против антидеформационной лиги. Ну, в общем, вся эта вакханалия, это вечно идущий праздник. Мы уже говорили о том, что Сорос это любимый персонаж конспирологов и антисемитов, всяких мастей. Впрочем, ненавидят Сороса и многие евреи, в частности в Израиле, потому что организации Сороса, например, поддерживали различные левацкие, а то и палестинские группы, в общем, антигосударственные по отношению к Израилю. Но, факт остается фактом, Сорос продолжает быть мишенью для различных антисемитов. И Маск этого не может не понимать, не может не знать. Впрочем, политические комментарии Маска настолько провокационны всегда, что удивляться не приходится. Ну, после Туниса и Соединенных Штатов Америки самое время вернуться в наши края. Уж в чем мы находимся в международном тренде, так это вот в таких конспирологиях, которые высказал президент Туниса и владелец Теслы и Твиттера. Роман Силантьев. Роман Силантьев – это религиовед, давший экспертизу, на основании которого было заведено уголовное дело на режиссера Женю Берковича, драматрука Светлану Петричу. Вы, наверное, слышали, это шумная история. Обе женщины находятся сейчас под арестом. Беркович, очень хрупкая женщина, доставлялась в суд в наручниках, что меня совершенно потрясло. Видимо, предполагали, что она совершит вооруженный побег. Обвиняют их в том, что они создали спектакль в свое время, получивший главные театральные премии России, якобы поддерживающий терроризм, поддерживающий в частности ваххабитов. Это спектакль, который я не видел. Там речь идет о русских женщинах, которые одурманены своими ваххабитами, мужьями и отправляются вслед за ними. Еще раз могу сказать, не видел эту постановку. Сильно сомневаюсь в том, что в попытке показать трагедию этих женщин, еще раз скажу, одурманенных. Можно при желании даже найти какое-то оправдание терроризма, но это, что называется, не тема этой недели. А тема этой недели это то, что эксперт, давший свою оценку, на основании которых прокуратура, собственно, и убедила суд в том, что девушек необходимо отправить в СИЗО, в следственный изолятор, дал очень любопытное интервью на этой неделе, в которой, в частности, это такой телеграм-канал, сейчас у нас главное средство связи, это телеграмы, различные социальные сети. Видите, вот в этом телеграм-канале, который называется Ломовка, он, в частности, заявил. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают. Такое ощущение, что на зло русским. Наблюдая это, при том, что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, наблюдая это со стороны евреев, это уже постмодерн, честно говоря. Но это есть. То есть, ну, я не знаю, что там есть с евреями, которые поддерживают ваххабитов, но мне кажется, что эксперт, который выражает такого рода взгляды, а взгляды я эти трактую однозначно, он разбирал не дело Женя Беркович, а дело еврейки Женя Беркович. То есть, был предубежден, как это очевидно из этого его интервью. И каким образом такого рода антисемитская экспертиза вообще может приниматься судом во внимание, теперь вызывает огромный вопрос. И Российский Еврейский Конгресс, в частности, обнаружив антисемитизм и создав свою экспертную оценку высказывания Силантьева, обратился, соответственно, в Следственный комитет. Главу этого ведомства попросили проверить высказывание Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к ответственности. В РЕК также заявили, логично, что будут теперь следить за делом Берковича, потому что в нем тоже прослеживаются признаки антисемитизма. На мой взгляд, они прослеживаются совершенно очевидно после такого заявления эксперта, чья оценка легла в основу этого судебного преследования. Тут я вспоминаю, что Романа Силантьева я немного знаю. Силантьев годами был исполнительным директором Межрелигиозного совета России, что, согласитесь, добавляет некую пикантность такого рода взглядом. То есть, человек, сеющий очевидную религиозную ксенофобию, высказывание, на мой взгляд, однозначно, занимался поисками решений межрелигиозных конфликтов. Так у нас часто бывает. На этой неделе нашему журналу стало известно, что в Москве исчезли со своих мест как минимум две памятные таблички в память о писателях и евреях, жертвах сталинских репрессий. Давиде Бергельсоне и Перси Маркиш, наверное, самых крупных деятелей еврейской культуры, живших в Советском Союзе, и расстрелянных в страшную ночь убитых поэтов 12 августа 1652 года. Эти таблички были установлены в рамках проекта «Последний адрес». Вы, наверное, встречали эту табличку, где вместо портрета пустое место вырезанное, и скупые данные говорят о том, что из этого дома, то есть это последний адрес, поэтому был уведен тот или иной репрессированный, впоследствии реабилитированный человек. Ну вот благородная деятельность по увековещению памяти невинноубиенных. Кому-то, видимо, вовсе не нравится, и две таблички исчезли. Впрочем, как сообщил в социальных сетях депутат Мосгордумы Владимир Рыжков, эти исчезновения стали частью более широкого процесса, когда со своих мест в Центральном административном округе Москвы исчезло более десятка подобных табличек. То есть прямого антисемитизма тут, может быть, и нет. Обратился к главе ГУВД Москвы в связи с незаконным снятием с домов памятных табличек последнего адреса. Это незаконно, установление всех табличек было согласовано с собственниками арендаторами жилых помещений, являются их собственностью. Это чисто юридический аспект, сказал Рыжков. Ну вот в контексте всего происходящего, конечно, это не может не вызывать не только огорчения, того, что такого рода память уничтожена и уничтожается, но и опасения о том, что это какой-то тренд, по крайней мере, каких-то сил, которым не нравится ни реабилитация жертв сталинских репрессий, ни вообще упоминание о сталинских репрессиях, как о страшном времени террора и кошмара в нашей стране. Не думаю, что им удастся эту память замолчать, но то, что эти попытки все громче и громче звучат, по-моему, совершенно очевидно. Ну и так совпала наша пятая новость, тоже о Маркише. В издательстве «Книжники» вышла книга Маркиша «Только три часа полета». Это Давид Перцевич Маркиш, сын того самого Перца Маркиша, расстрелянного 12 августа 52-го года. Давид Маркиш – один из самых известных, ныне живущих русскоязычных израильских писателей. И очень плодовитый, издает он много. И романы, и повести, и книги. Ну вот это сборник рассказов, который называется «Только три часа полета». Как ни трудно догадаться, это про Израиль, про жизнь в Израиле. В первую очередь, жизни репатриантов, Олим из бывшего Советского Союза. С одной стороны, житейские наблюдения, с другой стороны, философские по этому поводу размышления. Мне кажется, что один из самых мощных опытов в передачи тех чувств, которые прошли разные волны. Маркиш уехал в 70-е годы, с этого времени уже в Израиль переехало больше миллиона людей его происхождения, то есть евреев из бывшего Советского Союза. И Маркиш – их достойный хроникер. Думаю, что этот сборник рассказов дополнительный фактор для принятия этого факта. Вот Маркиш – такой летописец русской алии. Ну, хороших новостей вам всем на следующей неделе, потому что не удалось мне в этот раз порадовать. Мне кажется, вас, кроме издания этой замечательной книги, ничем хорошим. Но будем надеяться, завтра будет лучше, чем вчера. Гуд шаббус шаббат шалом.